С отчетов по уборке снега начинается уже третье или четвертое аппаратное совещание подряд. Замглавы города Натальи Котовой эта ситуация давно не кажется смешной, поэтому общение с ответственными по чистке улиц идет в жесткой форме. Около двухсот нарушений по дворам, остановкам, тротуарам и улицам. Последствия уборки не видны даже на многих основных магистралях, что уж говорить о второстепенных. Замглавы города больше всего волнуют, из-за чего чистка улиц не производится в полном объеме, когда за окном приемлемые температуры. Вот эта неделя будет без снега, и она как раз мы поснегнем, кто как оперативно справится. Какой день уже у нас не низкие температуры? Третий? Четвертый день уже не низкие температуры. Для того, чтобы вот эти четыре дня проработать нормальным режимом, что нужно было сделать? На те компании, которые уже трижды ловили за неуборку снега, составили 22 акта. Стоит вопрос, чтобы лишить их лицензии, ведь обязанности так и не выполняются. Глав районов же и подрядчиков ждет череда серьезных бесед. С подрядчиком мы будем завтра разбираться на совещании, усилить контроль однозначно, потому что можно за четыре дня, на мой взгляд, было и вывести достаточное количество снега с основных магистралей. Сами горожане предлагают создать на сайте городадминистрации специальный раздел, чтобы в онлайн-режиме наблюдать за уборочной техникой. Так, уверены жители Челябинска, можно будет отслеживать работу Южу Ралмаста, и если что, по факту принимать меры. Галина Федорченко, Владимир Котегов, СТС, Челябинск.